здравствуйте все мы сегодня продолжаем наше занятие тема сегодняшнего занятия это различие особенности воспитания мальчиков и девочек меня просили несколько раз осветить эту тему сразу хочу оговориться что моя точка зрения она базируется на туранической традиции каббалистическом подходе вот и я не согласен современными теориями что ребенка нужно воспитывать в стиле юни секс то есть есть такие подходы которые говорят что вот но это разумеется западные такие сегодня считающие себя очень инновационными подходы что ребенку нужно давать самому выбирать кем он себя ощущает ощущает я считаю что это что это очень большая ошибка просто преступления в отношении детей вот но мы будем говорить о воспитании здоровых нормальных обыкновенных детей родителями скажем так консервативным мировоззрением да что мальчик это мальчик девочка эта девочка так вот начнем с того что как мы всегда начинаем что мир был создан творцом творец создавал мир из себя внутри себя же нет ничего в мире кроме творца мы все являемся его проявлением и творец создал мир таким образом что в мире есть проявление мужского и женского начала в нашем самом низком физическом мире мы видим это как различие полов в животном мире у людей а на самом деле в духовных мирах это очень серьезные такие процессы явления различим влияния мужского и женского то есть мы сейчас в это не будем ходить это очень очень такая непростая философия очень глубокая но как бы я просто упомянув об этом хотел показать что это не просто вот какие-то поверхностные проявления мужского и женского мужского и женского есть глубочайшие проявления так вот как я уже говорил что есть сегодня подходы что мальчиков и девочек нужно воспитывать одинаково я с этим опять же не согласен базируясь на своем уже более чем тридцатилетнем опыте изучения медицины психологических подходов будучи чтобы не сглазить отцом шестерых детей и уже дедушкой пятерых внуков я считаю что все таки есть различия которые базируются на на том что абсолютно разная психологии у мальчиков и у девочек и строение мы сейчас об этом обо всем будем говорить более подробно и пренебрежение вот этим изначальным половыми отличиями да которые сегодня пытаются навязать общество через как считается современные подходы в психологии я считаю что это просто такой популизм который базируется на незнании основных законов мироздания непонимание насколько эти законы очень серьезны вот и также на желание современного западного общества разрешить себе делать все что все что угодно без каких-либо ограничений и создание такой новые новые этики новой морали в торе есть глава который называется балак в честь по имени царя балака который призвал к себе на помощь пророка белама в лама в христианской традиции и попросил его сделать какие-то такие духовные манипуляции чтобы навредить народу израилю практически его уничтожить и этот пророк сказал что для того чтобы как бы ранить израиль в самую суть пошли блудниц в стан израиля вот потому что израиль народ израиля силен как бы чистотой своей семьи чистотой семейных отношений то есть супружеской верностью и вообще как бы духовной чистотой в результате этого духовной чистотой еврейских семей и домов вот и когда этим блудницам удалось соблазнить мужчин то в стане начался началась эпидемия погибло 24 тысячи мужчин я не буду углубляться в подробности этой истории которая передает нам тора в главе балак но смысл следующий что объяснение почему настолько вот блудницы могли быть таким взрывателем да для взрывателем который мог разрушить непобедимость неприкосновенность семей народа Израиля дело в том что есть такое понятие блудница называя одно из названий блудницы это кто если кто-то знает иврит это иша шинутенетет хасадея то есть женщина сейчас я попробую максимально дословно перевести женщина очень милосердная доступная дающая себя без разбора и ограничений да все понимают о чем идет речь то есть доступная для любого мужчины и это блуд теперь а что такое блуд с духовной точки зрения когда вот эта вот доступность да которую можно назвать как одно из проявлений милосердия такого псевдомилосердия да она ничем не ограничена то есть когда когда подобная как бы сексуальность проявляется в рамках семьи то вот это милосердие и границы в которых оно находится они создают третье проявление которое называется великолепие это каббалистические понятия опять же не буду в это глубоко входить просто чтобы было представление у вас о том о чем мы говорим что все очень серьезно что это все не просто так хи хи ха ха да про неприличные вещи говорим какие-то такие сальности ничего подобного это очень серьезные глубокие вещи и если сексуальная энергия неправильно себя проявляет неправильно не то что там не дай бог там в Торе сказано что сексуальное отношение между двумя мужчинами это один из смертных грехов которые если человека заставляют принуждают даже совершить то человек должен выбрать смерть но не сделать этого потому что это просто тотально разрушает душу мужчины в первую очередь да мужчин которые подобным образом пытаются контактировать мягко выражаясь но грубо говоря так вот поэтому неправильные проявления сексуальной энергии они вызывают очень-очень серьезные скажем так цунами в духовных мирах вплоть до самых разрушительных и тотально убивающих цунами духовных поэтому Тора призывает многократно людей соблюдать семейную чистоту верность и все что касается чистоты семейных отношений то есть когда люди пытаются сегодня создавать законы подходы психологические мировоззрения что что тебе нравится то и делай чем хочешь тем и занимайся и дай своему ребенку выбирать кем он хочет быть мальчиком или девочкой несмотря на его как бы врожденную врожденную предрасположенность к мужскому вернее не предрасположенность а просто он создан он он или она мальчиком девочкой то когда вот эти вот подходы пытаются внедрить то на самом деле это проявление нашего дурного начала которое хочет как бы постоянных удовольствий то есть нет проблем чтобы человек получал удовольствие но если знаете есть все время шоколад или мороженое то через какое-то время ты просто не захочешь видеть эти удовольствия то есть все все материальные удовольствия они приедаются и не хочу сказать что человек должен быть аскетом и вообще лишать себя каких-либо удовольствий ни в коем случае вот но в то же время нельзя только жить этими удовольствиями то есть это происходит эффект если человек все время получает какие-то удовольствия без перерыва без как бы времени на то чтобы учиться прикладывать старания чего-то добиваться в жизни то человек сначала превращается в такого наркомана этих удовольствий не обязательно он на наркотиках могут быть какие-то привычки пагубные зависимости есть даже сегодня такие понятия компьютерная зависимость игровая зависимость зависимость от азартных игр от казино и в том числе сексуальные зависимости то есть человеку нужно постоянно получать сексуальное удовлетворение то есть это уже все выводит человека из нормы начинаются как бы неполадки с эмоциональным и психологическим иногда даже психическим состоянием человека вот но опять же как я говорю что вот подобные подходы сегодняшние что вот кто кем хочет путь системы будет это выводит на мой взгляд из стабильного состояния психику человека это обязательно ведет к разрушению института семьи сегодня просто молодежь боится создавать семьи посмотрите вот я иногда смотрю какие-нибудь развлекательные юмористические программы на русском языке там российские украинские еще какие-то там все шутки про то что тот дурак кто женился там мы уже об этом говорили неоднократно но сейчас как бы к слову да и это опять же очень разрушительно потому что даже те кто кричат что семья никому не нужна можно и так жить зачем нужно печать в паспорте на самом деле мы уже об этом говорили еще раз напомню что есть еще психологические аспекты аспект психологический для мужчины когда он женат у него как говорится есть печать в паспорте или там каким-то другим образом принятым оформлен брак между людьми то психологически подсознательно и сознательно мужчину это приводит к пониманию того что есть обязанности да потому что пока ты живешь с подругой там даже если у вас есть дети ну она же моя подруга она хотела детей ну вот мы родили детей ну а сейчас вот она мне надоела так я повернулся ушел теперь для и мужчина таким образом дает себе как бы возможность не бороться с какими-то жизненными трудностями преодолевать их заботиться о своей семье брать на себя какую-то ответственность обязательства и скажем так мужчина начинает себя вести не по-мужски в классическом консервативном понимании того насколько мужчин должен уметь брать на себя ответственность за себя и за свою семью теперь для женщины отсутствие того же штампов в паспорте тоже дает такое ну создает такую реальность в которой женщина потихонечку движется к такому невротическому состоянию постоянной опасности того что ее отношения даже с любимым человеком и опять же даже имея детей они нестабильны на сто процентов то есть могут сказать люди ну смотри а что люди которые женаты и разводятся они не могут развестись расстаться могут но опять же с духовной психологической подсознательной точки зрения наличие каких-то брачных уз да оно все-таки организует человека когда мы что-то должны сделать то нам это сделать проще чем когда мы не должны то есть вспомните когда там допустим вам нужно было готовиться к какому-то экзамену ну он только через две недели а потом через неделю а потом через несколько дней и когда готовились в последнюю ночь но готовились почему потому что кровь из носу нужно сдать экзамен теперь когда тебе говорят вот смотри вот неплохо было бы чтобы ты выучил всю эту книгу наизусть экзамена никакого не будет очень мало малое количество людей которые которых не поджимают какие-то сроки обязательства смогут себя заставить сделать что-то отчего в принципе можно увильнуть и то же самое в отношениях если человек на всех уровнях не дает себе понять что вот эти отношения они оформлены они перед богом и людьми они это обязательства от этих обязательств никуда не деться это помогает человеку как бы взять себя в руки сконцентрироваться и действовать дальше теперь почему это важно ну помимо всех духовных даже принципов ну потому что без института семьи общество разрушается во-первых люди перестают доверять друг другу во-вторых рождается меньшее количество детей потому что люди все-таки побаиваются рожать детей не чувств твердой почвы под ногами уверенности в завтрашнем не хоть какой-то в-третьих чем больше детей у женщин или у мужчин тем сложнее строить дальнейшие какие-то отношения особенно в разных странах где там если у мужчины есть дети он должен их содержать платить алименты а женщина у которой есть дети которая осталась с этими детьми ей сложнее тоже строить отношения потому что мужчины оправданно или неоправданно боятся связывать свою жизнь с женщинами у которой есть уже другие дети потому что мужчине это гораздо сложнее очень сложно и своих детей растить а не своих то еще сложнее как бы это понятно и мало кто из мужчин готов взять на себя такую ответственность еще как бы за не своего ребенка вот поэтому институт семьи помимо как я уже сказал можно очень много лекций посвятить тому что с духовной точки зрения делает семья для пары для детей как бы сейчас мы не будем в это углубляться теперь с одной стороны как я уже говорил что вот сегодня представители вот этих ноу-хау да взглядов на отличие мужского от женского они пытаются создавать какую-то свою этику но на самом деле вся этика которая сегодня существует в западном мире да христианская этика она базируется она разумеется библейская этика которая как известно библия была основана на торе и по сути дела все этические подходы моральные подходы большинство из них это подходы из торы из заповедей которые творец нам давал то есть это туранические подходы и даже гитлер досотрется имя его и память о нем в своей книге майн камф говорил что как бы еврейство еврейский народ нанесли две раны на теле человечества во первых это обрезание сейчас об этом мы не будем говорить но и второе это этический монотеизм то есть божественные законы и правила этических отношений между людьми и богом теперь почему этому бандиту Гитлеру так это все мешало потому что если у тебя есть что-то что дано свыше то ты уже не можешь вытворять то что ты хочешь а он придумал свою теорию нацистскую фашистскую теорию где преобладание одной расы на другой в общем это очень такой яркий пример того что начинает происходить когда люди сами начинают выдумывать себе какие-то серьезные философские мировоззрения то очень велика вероятность ошибки в этом подходе и когда вот человек начинает такое себе придумывать такую систему всегда это делается для того чтобы в принципе стать самому богом то есть сказать вот я так решил я так делаю потому что я так хочу а мы очень ограничены в своем понимании и часто наше мировоззрение ошибочное если они не базируются на каких-то духовных основах то вероятность ошибки просто близка к 100% на каком-то этапе человек обязательно ошибется вот теперь это мы поговорили о том что вот сегодня как бы есть путаница в подходах что мужское что женское что непонятно какое теперь мужчина и женщина отличаются друг от друга очень 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 сильно настолько насколько вообще это возможно и речь сейчас не идет о том что мужчина лучше а женщина хуже или наоборот да то есть когда там люди с феминистскими какими-то взглядами начинают пытаться со мной спорить я им сразу говорю что я с ним не собираюсь ни о чем спорить потому что я считаю что основная ошибка феминизма заключается в том что они борются за права женщины быть мужчиной как мой учитель Рафсверский говорил что нужно бороться за права женщины быть женщиной то есть не нужно у мужчин отвоевывать какие-то права мужчин а лучше боритесь за то чтобы вам дали быть полноценными женщинами со всеми вытекающими последствиями так вот мы сейчас с вами вот чуть-чуть буквально так затронем различия между мужчиной и женщиной на анатомическом физиологическом и психологическом уровне ну понятно строение тела посмотрите на мужчину даже внешнее строение тела мужчина женщина абсолютно отлично особенно взрослые люди сразу бросаются в глаза вторичные половые признаки там понятно да там женская грудь мужчина растительность на лице там обычно в такие в эти моменты кто-нибудь шутит что у женщин тоже бывает растительность на лице у мужчины грудь мы не говорим о патологических состояниях мы говорим о среднестатистическом человеке мужчине и женщине которые здоровы в принципе у них все в порядке вот то мужчина и женщина внешне абсолютно разные по строению тела теперь сегодня есть исследование о том что женская кожа более чувствительная более восприимчивая там больше рецепторов тактильных то есть рецепторов которые ощущают прикосновения женская кожа более нежная то есть как бы это такие такие вещи о которых я думаю что большинство людей даже не будет спорить потому что понятно что женская женская кожа она более нежная например да теперь обоняние женщины более острое у женщины анатомически с этого в принципе нужно было начать больше количества внутренних органов чем у мужчин связано это с тем что женская репродуктивная система то есть система размножения она абсолютно отличается от мужской это связано с тем что все-таки женщина вынашивает плод да женщина рожает и там вся система обслуживающая всю ее репродуктивность она гораздо более сложная в ней больше органов чем у мужчин теперь мышцы мышцы скелетные мышцы мужчины и женщины они тоже отличаются то есть мужчина проще и быстрее накапливает мышечную массу то есть мужчина в принципе опять же среднестатистически физически сильнее чем женщина не надо мне приводить пример а вот у нас одна девочка у нас один мальчик мы говорим опять же о среднестатистическом вот там жировые отложения в разных местах у мужчин и женщин грудная клетка устроена по-разному форма грудной клетки ребра как бы под разным углом мужчин и женщин дыхание мужчины и женщины разное то есть мужчины больше дышат животом а женщины грудной клеткой почему опять же это легко объясняется потому что когда женщина беременна и у нее и так там в брюшной полости все сдавлено до невозможности то еще вдохнуть животом она просто не сможет ей нужно дышать грудной клеткой вот строение костей таза то есть строение таза у женщины и мужчины разное я помню когда я изучал медицину у нас даже был такой анекдотичный случай у нас было два муляжа костей таза мужчины и женщины вот на них мы изучали чем они различаются и на экзамене преподаватель одного парня спросил ну вот чем отличается мужское от женского таза а на этих муляжах копчик то есть самые нижние косточки хвостик такой у нас есть в нижней части позвоночника там маленькие позвоночки такие они были прикреплены они были нанизаны на такую проволоку вот чтобы они держались на муляже вот и он показал он говорит вот это мужской таз а это женский правильно ему сказал преподаватель говорит молодец правильно а почему вот какие признаки отличия и на мужском муляже значит вот этот вот проволочка на которую копчиковые позвонки одевались нижние позвонки потерялись и проволока была вот так загнута и этот товарищ не нашел ничего более умного чем ответить он говорит ну как почему потому что если вот тут ребенок будет рождаться где проволока он же об нее покорябается вот ну на самом деле как бы строение мужского таза оно такое что там ребенку пройти будет очень сложно родовые пути мужчины как бы несостоятельны неподготовлены для этого теперь показатели крови да у женщин и мужчин разные там и как бы разные нормы для разных показателей теперь физиология мужчины и женщины ну просто как небо и земля различаются потому что как бы вся жизнь женщины построена в принципе вокруг ее менструального цикла да там гормоны одни поднимаются другие опускаются там зреют яйцеклетка выделяется и так далее и тому подобное вот у мужчин все гораздо проще и легче можно сказать чисто в бытовом плане поэтому поэтому тоже очень очень мы отличаемся беременность если бы мужчина один раз был беременным это был бы одноразовый мужчина потому что ну не создан для этого я встречал такие показатели если не ошибаюсь что во время человек может выдержать 46 единиц боли или 43 единицы боли что-то такое вот после этого просто человек входит в болевой шок то есть не выдерживает любой человек а во время родов женщина значит там 46 а во время родов женщина 57 единиц боли ощущает то есть как как женщина это выдерживает для меня загадка я думаю для всех тоже теперь в принципе как бы ну если равенство да то есть женщины там выполняют мужскую работу и мужчины уже кстати могут ну например у нас в Израиле я слышал в других странах тоже мужчина может пойти в декретный отпуск вместо женщины если женщина там как-то очень занята на своей работе вот в принципе это удобно но я сейчас будем говорить об этом я не думаю что это максимально хорошо для ребенка объясню сейчас почему так вот ну если женщина там требует быть как мужчины ну давайте пойдем во все тяжкие и пусть мужики рожают тоже что это женщины должны мучиться как бы это я помню когда учился изучал медицину то наш преподаватель по акушерству гинекологии сказал вот если вы напишите какие гормоны нужно давать мужчине чтобы он смог в течение 9 месяцев выносить беременность получите зачет я помню мы сидели писали 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 я к нему подхожу к этому преподавателю что это такое это уже несколько часов прошло мы там серьезный научный труд написали вот что это такое я говорю ну как вы же сказали написать что нужно делать какие гормоны мужчине чтобы он выносил беременность выкинь это нафиг вообще любая баба тебе и так родит ребенка зачем тебе это надо то есть ну как бы есть предназначение есть предназначения свои у мужчины и у женщины предназначения которые издревле как бы с начала сотворения мира отведены мужчине отведены женщины мужчины и женщины созданы с возможностями каждый делать выполнять свое предназначение максимально эффективно теперь это не говорит о том что надо женщину ущемлять женщина не имеет права никак творчески проявляться и так далее там подобное речь вообще не об этом идет не нужно женщинам пытаться становиться мужчинами а мужчинам становиться женщинами то есть неправильное неправильное задавание вопроса ведет к неправильному получению ответа то есть если женщины хотят равноправия с мужчинами в социальном каком-то плане, там же женщины, как известно, статистически получают меньше зарплату и так далее, то давайте бороться за это, чтобы женщины получали зарплату, чтобы женщины были мужчинами, не надо бороться за это. И, кстати, там вот, когда начинают у нас, например, в израильской армии, там девушки требуют, чтобы их в боевые части, и девушки требовали, чтобы их брали в танкисты, ну вот взяли, я слышал, было такое, что вот взяли девушек в танкисты, вот там заряжающим, но они просто не выдерживали физически, даже ребятам многим тяжело, парням, а девушке, тем более, поднять снаряд там танковый, это будь здоров, а когда их нужно быстро заряжать и там, ну в общем, это тяжелые вещи, и зачем, ради чего, мы тоже можем, ну да, вы можете, ну зачем, чтобы потом там у вас, не дай бог, в молодом возрасте были опущения, всякие гинекологические проблемы с репродуктивностью, для чего, ради чего. В то же время, когда женщины говорят, вот мы хотим, мы вот как мужчину, ну давайте тогда на Олимпиаде, скажем, все, теперь мужчины и женщины там, допустим, в легкой атлетике или в плавании не соревнуются отдельно, пусть вот все соревнуются вместе. Ну и все, тогда женщины просто нет никаких шансов практически в большинстве видов спорта, я думаю, в подавляющем большинстве вообще чего-то достичь. Почему? Потому что изначально как бы физические нагрузки и все, что с этим связано, с опорно-мышечным аппаратом мужчины развито, изначально, изначально созданы и развиты для того, чтобы мужчина выполнял свои функции, да, как защитник, охотник и так далее, добытчик, все, что хотите. Поэтому я считаю, что правильно воспитывать изначально детей в том плане, что вот кем ты родился, ты мальчик, значит, ты мальчик, ты девочка, значит, ты девочка. И воспитывать нужно, есть общие какие-то моменты воспитания мальчиков и девочек, и есть, разумеется, различия. То есть то, что общее, самое главное, общее, это то, что ребенка нужно любить. Любить имеется в виду изначально его, родители его должны хотеть, да, то есть очень часто, если беременность нежеланная, не дай бог, случайная, как говорят, хотя случайности не бывает, люди не способны переварить произошедшее, то есть что вот они должны будут стать родителями, начинаются там всякие дрязги, попытки избавиться от беременности, может быть, даже разлад между родителями, то это очень губительно сказывается на будущем ребенке, потому что я вам хочу сказать, чтобы вы знали, как родители рассказывать своим детям, которые с Божьей помощью будут родителями в свое время, что плод в чреве женщины, он все понимает, все слышит, потом при рождении забывает, но эта информация продолжает действовать на уже рожденного ребенка, если это негативная информация, то есть там, допустим, от ребенка хотели избавиться, его не хотели, родители ругались, это понизит его самооценку, может даже привести к физическим каким-то проблемам, заболеваниям и так далее, то есть это уже будет очень, это уже будет человек с эмоциональными травмами, с рождения, поэтому ребенка нужно любить еще до момента зачатия, с момента зачатия, и это не только мама, которая его любит и гладит свой живот и разговаривает с ним, это и папа, который должен разговаривать, сейчас был проведен эксперимент, это, значит, несколько пар, и условием эксперимента было, что вот пары беременеют, и отец обязательно каждый день хотя бы несколько минут должен через живот разговаривать с ребенком, и есть даже, по-моему, по-моему, в Ютубе есть ролик этот, что новорожденный ребенок на руках у мамы и подходит папа и начинает таким вот низким голосом говорить, как вот он разговаривал через стенку живота с ребенком, и вот этот новорожденный ребенок, он пытается как-то улыбаться даже, то есть такая реакция, которая, конечно, не ожидает, что новорожденного ребенка на голос папы, вот, поэтому папы любите, разговаривайте, любите мам, любите своих детей с Божьей помощью. Нужно очень следить за своими выражениями, да, в отношении ребенка, в отношении папы, мамы, то есть это обязательство, когда женщина уже беременна, это обязательство на обоих родителей, понимаете, родители взрослые, они обязаны понимать ребенка, и они были детьми, да, а ребенок, он ребенок, он еще не был взрослым, поэтому, разумеется, вся ответственность на родителях. Когда ребенок рождается, ну, традиционно мальчиков одевают там в голубенькое, девочек в розовенькое. Я помню, когда у нас после двух мальчиков жена, нам стало известно, что у нас будет девочка, жена начала там накупать всякие розовые подгузники, хотя разница между предыдущим ребенком там оказалась всего года два месяца, то есть второй и третьей дочке, да. Я же не говорю, что ты накупаешь, у нас полно вещей для новорожденных. Она говорит, что это же для мальчиков, она нужна для девочки с цветочками, с бабочками. И соски должны были быть с бабочками, и бутылка должна была быть с цветочками, и, в общем, сами знаете, да. Теперь, ну, какая разница, какая разница новорожденному ребенку? Новорожденному ребенку, наверное, никакой разницы нет, но родителям в плане их осознания, да, что вот у меня мальчик, у меня девочка, они себя, это один из этапов подготовки к тому, что вот когда они чуть-чуть подрастут и станут более осознанными, им нужно будет что-то объяснять, чему-то их учить, как-то их воспитывать, то родители уже настроены на то, вот это у меня девочка, это у меня мальчик. К мальчику я отношусь и воспитываю вот так, а девочку я воспитываю чуть-чуть по-другому. Но я их очень люблю, бесконечно люблю, дети всегда интересуются, папу, маму, кого вы любите больше. Это очень такой провокационный вопрос, как бы ты на него, в принципе не ответил, ты можешь не угодить кому-то из детей, да, поэтому я всегда детям говорю, дети, вас так каждого сильно люблю, но всех по-разному, но очень сильно. Они говорят, зачем по-разному, значит, кого-то лучше, кого-то хуже. Я говорю, нет, я люблю вот каждого из вас так, как вам надо, чтобы я вас любил. Вот, то есть показать ребенку, что ты для него. И, кстати, во время войны нацисты проводили эксперименты на детях, по-моему, мы с вами говорили, но опять вспомним, что брали новорожденных детей, их кормили, их мыли, то есть они были чистые, накормленные, но с ними не разговаривали, им не улыбались и к ним не притрагивались. То есть, ну, не притрагивались в плане того, что их не гладили там, как какой-то, не проявляли тактильную нежность, да, и эти дети практически не доживали там до полугода, хотя были здоровые детки, потому что человек не может, ребенок не может развиваться нормально без эмоционального контакта с родителями. Бывает такое, что там мужчины особенно говорят, что пока там ребенок не начнет ходить и говорить, я к нему не подхожу. То есть с этим страхом нужно помочь папе справиться, потому что ребенку необходим папа с рождения. То есть, несмотря на то, что большую часть, скажем так, услуг ребенок получает от мамы, но папа тоже необходим. И поначалу непонятно, в чем эта необходимость, но эта необходимость существует. Теперь, ну так вкратце, опять же, потому что тема очень обширная, про разные этапы развития, воспитания детей. Где-то с трех месяцев, когда ребенок уже укореняется в нашем физическом мире, он уже, там у него проходит то, что он там первые две недели видит все перевернутым, да, а потом его мозг научивается видеть все в правильном соотношении. Вот он за первые три месяца ребенок научивается терморегуляции, то есть он умеет согреваться, охлаждаться. Поэтому после трех месяцев обычно, если ребенок сыт, здоров и он чистый, да, то в принципе ему ничего не мешает, то он не должен плакать. То есть он там кушает, спит, чуть-чуть там разглядывает окружающий мир, но в основном кушает и спит. Самое главное, спит, да. Теперь, если ребенок капризничает, там вот вы его снимаете с рук, он капризничает, можно уже задуматься после трех месяцев о том, что он пытается вам манипулировать. Вы его берете на руку, он опять спит, опять кладете, он опять капризничает. То есть это уже, там вот он начинает гнуть свою линию. Не надо, разумеется, издеваться над ребенком, но постепенно, потихонечку его стоит приучать к тому, что ты вот спишь, не всегда есть возможность тебя держать на руках. Теперь, разумеется, я вам сейчас не дам каких-то прям вот супер-дупер универсальных подходов в воспитании детей, каких-то тонкостей, да, то есть о подходах мы поговорим, но тонкости, они зависят от каждого ребенка и от каждого родителя, потому что каждый ребенок уникален. Вот, то есть каждый ребенок уникален. Есть мальчики, которые очень мужественные, и так вот, с рождения они такой характер боевой проявляют. Есть мальчики более чувствительные, более нежные. Это не говорит о том, что ребенок какой-то не такой, просто он такая душа. Есть девочки, которые более мужественные, то есть творец не делает ошибок. Каким человек родился, таким он родился. И поэтому нужно учитывать это, то есть, например, я очень часто слышу, особенно от русскоязычной своей клиентуры, что вот сын такой мягкий, сидит целыми днями книжки читает, философствует, его хотели отвезти на занятия какими-то боевыми искусствами, он там не хочет, плачет, боится. Вот, поработайте с ним, что он у меня такой трус. Он не трус, просто это не его. Это не его, не каждому дано быть воином и героем. То есть нужно оставить место философам, мудрецам и просто как бы мягким, добрым людям, которым, ну вот, претит какое-то насилие. Теперь сказать, что вот, чтобы ребенок рос там тютей таким, можно очень аккуратно ребенка заинтересовывать какими-то другими видами спорта, чтобы он все-таки был уверенным в себе, чувствовал свою физическую силу, там, опять же, уверенность. Но это не обязательно должно проявляться в виде каких-то какой-то агрессивности, бойцовости и так далее. То есть абсолютно нет. Теперь в то же время, если девочка интересуется подвижно и интересно какие-то игровые виды спорта, то не обязательно, чтобы все девочки там классически, да, сидели с книжкой, там, музицировали, вышивали крестиком или еще что-то такое. То есть смотрите на своего ребенка, и царь Соломон сказал, что нужно, сейчас я переведу это, что нужно смотреть вот в юности к чему у человека направленность и стараться его в эту сторону помогать ему продвигаться. И тогда он до старости не оставит своих занятий. То есть каждый должен заниматься тем, к чему у него лежит сердце. Поэтому это тоже нужно учитывать. Теперь очень-очень-очень-очень важен личный пример родителей. То есть если отец не интересуется спортом, никогда не интересовался и целыми днями там лежит на диване, смотрит телевизор и еще что-то такое пассивное делает, то не ожидайте, что ребенок будет слишком активным, мальчик. Теперь если женщина-мама, ей сложно там проявлять себя как домохозяйка, кухарка, или ей сложно, есть женщины, которым сложно проявлять женственность или женственность в отношениях с мужчинами, сейчас об этом тоже будем говорить, то, скорее всего, ее дочь не приобретет, не скопирует данных подходов со своей матери. И у нее тоже могут возникнуть в тех же аспектах какие-то проблемы в будущем. То есть дети копируют все с нас, поэтому тоже нужно понимать свою ответственность, уделять детям внимание, показывать им, что ты тоже способен или способен на какую-то активность. Теперь очень неправильно, когда говорят там, как ты можешь, ты же девочка, почему ты плачешь, ты же мальчик. Это всегда понижает самооценку ребенка и создает ему такую устойчивую, низкую самооценку, неуверенность, страх проявлять себя, то есть страх провала, ребенок не хочет вообще ничего начинать, лучше ничего не пробовать, ребенок становится инертным, безинициативным. И поэтому это очень опасно, вот такие высказывания. То есть каждый имеет право на проявление эмоций, мужчина может плакать, девочка может быть иногда резкой, всякие ситуации в жизни бывают. То есть не нужно как бы на ребенка одевать такое клише, абсолютно лишнее. Теперь, есть код в воспитании мальчика и девочки. Значит, для девочки это проявление любви, нежности и заботы. А для мальчика это признание и доверие. Что это значит? То есть мальчику нужно больше доверять, чтобы он пытался сделать что-то сам. То есть не нужно там, ну опять же, с определенного возраста и определенного уровня задачи ему ставить. То есть, допустим, если ему хочется собрать конструктор, дайте ему попробовать сначала самому. И начинайте, вот сейчас смотри, я буду собирать, а ты будешь смотреть, он тебя об этом не просил. И обычно это осознанно или подсознательно, в зависимости от темперамента мальчика, его унижает, когда ему пытаются оказать помощь в том, о чем он не просил. То есть для него это, говорит, что ты немощный. Вот я тебе сейчас покажу, и тогда ты тоже будешь знать. Дайте ему попробовать. Мальчику обязательно нужно на своем опыте приобретать какие-то жизненные навыки, жизненный опыт. Пусть он ошибается, пусть у него не получается. Его нужно подбадрить. Говорит, ничего страшного, смотри, у тебя получится обязательно, когда он получится у него, его нужно хвалить. То есть ему нужно признание того, что он может. И констатация факта, что он просто молодец. Теперь мужчине это нужно до 120 лет жизни. То есть до глубокой старости. Мужчина всегда ждет признания. Если женщина ему этого не дает, потому что ее, наверное, не воспитали так в детстве, или у нее есть какие-то комплексы на эту тему, сказать мужчине, что молодец, это у меня самый лучший. Вот. То мужчине это не будет давать ощущение стабильности эмоциональной. И будет ему помехой в проявлении своего максимального потенциала. Мужчину нужно, как я уже сказал, хвалить, славить, прославлять. И тогда его самооценка и мотивация будут укрепляться и возрастать. Теперь девочке, как мы уже сказали, ей нужно проявление любви, заботы. Не то, что мальчику не нужно проявление любви, тоже нужно. Но девочке нужно больше проявление нежности и заботы. То есть, когда у девочки какие-то сложности, ей наоборот нужно предложить свою помощь. Не потому, что девочки немощные, а мальчики сильные, а девочки слабые. Ничего подобного. Психологически женщине это дает чувство уверенности, что я не одна, обо мне заботиться. Женщине важно чувствовать заботу. Я проводил свои такие маленькие исследования. Спрашивал женщину, что тебе важно, что тебе важно, чтобы было в твоем мужчине, в твоем муже. Они говорили, чтобы, в первую очередь, не был скупым, почему-то всегда. И, во-вторых, чтобы он меня любил. Я говорю, а что значит тебя любил? И, в принципе, женщины подразумевают не только хорошее отношение, но и также заботу. Что вот помогать мне чувствовать, что я не одна. Потому что по природе своей, по психологической своей природе, женщине очень трудно. Потому что, ну вот, трудно ей, у нее очень непростая жизнь, у любой женщины. С вами об этом тоже говорили, что там только встать, одеться, привести себя в порядок, накраситься и так далее. Опять же, а мы, мужики, встал, рубашку, главное, со штанами задом наперед на себя не одеть, и уже красавец. Все. И все еще причесался так вообще. Вот. Женщине сложно. У женщины очень много сложностей, трудностей. Она очень чувствительна и воспринимает происходящее. Поэтому ей постоянно нужно чувствовать от мужа поддержку. Что я с тобой не волнуюсь, я рядом. Если что, я тебя поддержу, я тебе помогу, я готов подставить плечо. Опять, не потому что она немощная, а потому что вот от такого отношения женщина счастлива. И, кстати, это нужно рассказывать своим сыновьям. Приводить разные ситуации из жизни. То есть вот что-то происходит в какой-то ситуации, где-то вы находитесь. Идет какая-то интеракция между мужчиной и женщиной. Обязательно обратите внимание вашего ребенка, там, мальчика или девочки. Вот посмотри, видишь, вот там люди поругались, люди громко говорили, люди наговорили друг другу нехороших там слов. Можно же было просто сказать, что вот давай не будем горячиться. В чем проблема? Давай договоримся. То есть учить ребенка социальным навыкам. Это очень важно и для мальчика, и для девочки. Для мальчика, во-первых, потому что он тогда будет чувствовать. Это определенный аспект уверенности в семье, что я знаю, как ладить со своей будущей женой. Подобный мальчик, которого так воспитывают, он начинает излучать эту уверенность. А девочки, будучи женщинами со своей интуицией, начинают это чувствовать. О, этот уверенный, этот знает, как надо, этот чувствует, вот что мне нужно. Или хотя бы понимает, может, еще не чувствует, но уже понимает, хотя бы теоретически, что в принципе нужно женщине. И, разумеется, как бы, такому мальчику будет легче создать семью, и самое главное, легче создавать гармонию в этой семье. Теперь девочке очень важно давать эту любовь, вот это вот внимание, поддержку. И тогда в девочке образуется на подсознательном и несознательном уровне, что я достойна, чтобы на меня обращали внимание, я достойна получать то, что мне нужно. И такая девочка чувствует больше уверенности в себе, она не будет выбирать себе, скорее всего, мужчину с какими-то психологическими проблемами, да. А будет искать себе там доброго, любящего, сильного, как бы гармонично развитого мужчину, потому что она будет чувствовать, что мне полагается, потому что меня очень любили в детстве, обо мне очень заботились в детстве. И, разумеется, в первую очередь забота о девочке, она должна, вот эта вот эмоционально, скажем так, развивательная забота о девочке, должна простекать от отца, то есть папа всегда должен дочкам говорить, что они красавицы, умницы и замечательные, и хвалить их за все их достижения, за то, как красиво она нарисовала, как она танцевала, как она испекла пирог, не важно, что она сделала, как она убрала, когда дети получают вот подобные отзывы о себе, позитивные, любому человеку хочется нравиться окружающим, и тогда, как бы для этой девочки будет в радость, потому что у нее будет ассоциироваться с радостью, и там забота о муже, детях, о доме и так далее и тому подобное. То есть человек обычно по жизни хочет заниматься тем, за что его хвалили в детстве или в юности, или в чем он чувствовал свою силу, поэтому это очень важно. Теперь мальчику и девочке очень важно с детства прививать и обращать его или ее внимание на то, что если они как-то себя неправильно ведут в точке зрения взрослых, что в будущем, если уже будучи взрослыми, они так себя будут вести, они могут создать себе проблемы, ребенка... Нужно обязательно обратить внимание ребенка на то, что вот сейчас он неправильно себя ведет. Например, если там сын как-то грубо ответил матери, обязательно он ему должен сказать, смотри, я твоя мама, да, вот ты мне так ответил, я взрослый человек, я понимаю, что ты мой ребенок, и ты еще не знаешь, что вот так, или тебе сложно было с собой справиться, чтобы сдержаться, да. И я на тебя даже вот сейчас практически не ошибаюсь, но если ты так скажешь своей жене, то ты ее очень сильно ранишь, потому что она тебя будет уже воспринимать как партнера, а не как ребенка, да. И если вот несколько таких ранений может привести к тому, что вы будете отдаляться друг от друга, и это плохо, потому что тогда будет очень трудно любить друг друга и так далее. То есть показать ребенку невыгодность подобного поведения, и тем более невыгодность вводить это поведение как привычку к себе. Теперь то же самое можно объяснить девочке, что вот если ты так резко или грубо ответишь своему мужу, то его это очень обидит, да. И вообще объяснять, что как бы мужчины по своей природе достаточно тщеславные, и мужчине очень важно чувствовать себя лидером, и поэтому если его унижают, оскорбляют, у женщины тоже это неприятно, но для мужчины это очень разрушительно, особенно когда она это, не дай бог, слышит от жены. Вот. Поэтому дочь тоже нужно учить всяким вот таким премудростям женским. Не нужно учить детей манипулировать, там, как сказать, забыл. Ревновать, завидовать. И так далее. Но, да, нужно учить детей вот правильным подходом в разных ситуациях. Теперь, если девочке, не дай бог, не давать вот достаточно этой заботы, я тебе помогу, я тебя отвезу, не волнуйся, у тебя все получится, давай вместе, вот там мама тебе в чем-то поможет, там папа тебе в чем-то поможет. Если не давать этой девочке ощущение заботы, и женщина так ощущает, что ее любит, то, как мы уже говорили, самооценка понижается, ощущение, возможность ощущать себя счастливой понижается, и возможность ощущать себя любимой понижается. То есть потом муж может там пытаться для нее просто вот луну с неба доставать, ей будет всегда сложно быть счастливой, потому что она заблокировала себя в детстве, недополучив любви, заботы, опеки от родителей. Теперь издревле женщине нужно было быть всегда опекаемой кем-то. Опять же, это не потому, что она слабая, а потому что так женщина ощущает себя счастливее, когда кто-то о ней заботится. То есть сначала отец ее растит там, потом очень хорошо по-русски звучит замуж она выходит. То есть она должна чувствовать, что вот он обо мне заботит, что он меня закрывает от каких-то опасностей, трудностей внешнего мира. Я за мужем. Сначала была за папой, потом за мужем. А потом там уже дети, там сыновья, дочери у кого-то, кто помогает маме ощущать вот заботу о ней. Теперь у мальчиков очень важно, чтобы отец был примером проявления вот такого мужского подхода в жизни, в разных ситуациях, учить сына житейской мудрости, терпению, выносливости, прививать ему то, что очень важно, заботиться о слабых, не обижать слабых, заботиться о жене, о детях, о родителях. То есть как бы быть добрым, отзывчивым человеком. Теперь очень большие проблемы могут возникнуть, если происходит гиперопека матери в отношении сына. То есть почему мать так опекает сына? Потому что болезненно, скажем, да, там прямо трясется над ним и не ходи. Ты что, босиком пошел? Ты что, там съел холодное? Ты что, там залез на дерево? И так далее. Почему женщина так в виде может вести себя в отношении своего сына? Сознательно. Потому что, скорее всего, она не получила достаточно опеки в детстве и пытается дать своему сыну то, что ей не хватало. И, как мы с вами говорили, что если мальчика опекать в том, о чем он не просит, то он начинает чувствовать низкую самооценку, какую-то никчемность, мне кажется, что что-то какой-то я не такой и так далее и тому подобное. То есть вот не нужно ни в коем случае из мальчика растить маменькиного сынка. То есть если вы заботитесь о ребенке и постоянно переживаете за него, и вам кажется, что он постоянно приносит вам переживания, то это ваша проблема, а не его. Потому что мальчик, он активный, ему хочется движения влиять на мир, изучать мир и так далее. Опять же, это не значит, что девочкам всего этого не хочется. Просто у мальчиков это ярче проявляется. И, как я уже говорил, очень важный момент, очень аккуратно предлагать помощь мальчику, чтобы он, не дай бог, не почувствовал, что его просто отменили в этой ситуации, дав понять, что ты провалился, ты не справляешься, у тебя вообще нет возможности справиться. Теперь у девочки, когда она получает поддержку, любовь от папы, в первую очередь, от мамы, тоже очень важно, то это приводит к тому, что вот когда девочка так любима родителями, то есть она удовлетворена, ее женское, детское начало удовлетворено этой заботой и опекой, то ей потом она начинает с удовольствием искать и принимать эту опеку от будущего мужа. И такова природа женщины, что женщина принимает на себя покровительствование мужа. И самое главное, что для многих, для подавляющего большинства мужчин важно, что вот такая женщина, она гармонично готова, готова следовать за мужем, то есть готова быть ведомой, следовать за мужем. И вот я встречал такое понятие где-то в литературе, не помню где, что это и есть одно из проявлений верности женской. То есть верность – это не только, что супружеская верность, что женщина не имеет отношения с другими мужчинами, не дай бог, а верность – это еще то, что она верность уверена, да, это однокоренные слова, она настолько уверена в том, что все, что будет идти от мужа, это за этим можно идти с закрытыми глазами, что она принимает вот это вот направление движения мужа по жизни, идет за ним, и это дает очень такой хороший симбиоз, создает между мужем и женой, то есть жена счастлива тем, что она может доверять мужу, муж счастлив тем, что жена ему доверяет и таким образом проявляет к нему уважение, и таким образом его поднимает и растит в том плане, что вот ему хочется еще больше проявлять свою мужественность и как бы еще больше проявлять себя в окружающий мир, мужчина при этом чувствует себя очень гармонично и любимым, и любящим, и то есть это вот как муж с женой постоянно себя поднимает, 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 и это очень-очень хорошо, дай бог, чтобы у всех так получалось. Вот, теперь буквально одно предложение, в неполных семьях, то есть где-либо только мать воспитывает, либо только отец воспитывает ребенка, тоже можно вырастить нормальную, здоровую личность, хорошего мальчика, хорошую девочку, это гораздо сложнее, это отдельный аспект, отдельная тема, не будем сейчас в это углубляться. Самое главное, чем я хочу закончить, это тем, что запомните, что не нужно очень сильно воспитывать своих детей. Воспитывайте себя, совершенствуйте, сидите с вас, будут копировать то, что вы делаете. Это очень-очень важный аспект, что если ты себя ведешь как-то, как бы ты не хотел, чтобы вели себя свои, твои дети, то веди себя тоже по-другому. Вопросы? Здравствуйте, у меня есть вопрос. Здравствуйте. Благодарю вас за лекцию, очень полезно. Вопрос ребенку 4,5 года, мальчик, у него навязчивый ко мне один и тот же вопрос, мама, ты меня любишь, мама, ты меня любишь, и это постоянно. Может, я чего-то ему не додаю, я волнуюсь, просто нормально ли это для ребенка 4,5? Смотрите, это в принципе нормально, то есть это бывает, бывает такое, есть дети, которые мальчики, очень-очень эмоционально чувствительные, их нужно постоянно там гладить, целовать, обнимать и говорить им, что ты его любишь. Просто вот у него такая потребность, есть дети, которые вообще не хотят, чтобы к ним притрагивались, это другая крайность, что ему наоборот надо. Поэтому, ну так, на одной ноге, чтобы помочь сыну в этой ситуации, постарайтесь опережать его вопросы, то есть старайтесь ему как можно больше раз в день говорить, ой, я тебя так люблю, и каждый раз, вот он мимо вас проходит, обязательно его обнять, или хотя бы прикоснуться, там погладить как-то, стараться не дать ему возможности как бы уже проголодаться, проголодаться в плане того, что ему мама уже там не пять минут, как ему нужно каждые пять минут, но я утрирую, да, а уже семь минут прошло, а мама до сих пор не сказала. То есть ему просто нужно вот много, много вот таких вот признаний в любви, да, от мамы, и ему это дает уверенность, и просто это такая личность, такой он человек. Спасибо. Если он это много от вас будет получать, то ваша невестка вас уже сейчас начнет, не знаю, родилась ли она еще, начнет вас благословлять, потому что, потому что, как бы он тогда вырастет в очень чувствительного, чувственного человека, да, который будет уметь любить, уметь проявлять любовь, потому что есть люди, которые очень умеют любить, но не умеют проявлять любовь, понимаете, и это очень как бы ну ворует в плане счастья у людей, потому что ты можешь любить, но если ты об этом не говоришь и не проявляешь это, то второй стороне очень сложно как бы чувствовать и понимать твою любовь. В то же время обратная ситуация, когда только говорят, а на самом деле этого не происходит, это, разумеется, тоже никому не надо. Поэтому, слава Богу, говорите ему, как вы его любите, обнимайте, целуйте, чтобы все были здоровы. Пожалуйста. Александр, здравствуйте. Спасибо вам за такую лекцию потрясающую. Я очень надеюсь, что будет и продолжение еще дальше. У меня два вопроса. Вот один был по поводу тактильности. У меня тоже сын очень требует вот этой вот любви, обнимашек, целовашек. Я теперь поняла, что в общем-то в этом ничего плохого нет, и это нужно ребенку давать. А второй вопрос у меня связан вот с чем? У меня мальчишка, ему пять лет. Он замечательно играется, но играться он любит игрушками девчачьими. То есть ему нравятся даже конструкторы. Вот он предпочитает больше для девочек что-то. И куколки какие-то, вот все розовенькое. Как-то вот ему вот это нравится. И меня, ну вот как-то раньше это тоже было. Меня это не смущало. А сейчас все-таки ему уже пять с половиной, все равно вот он хочет играть вот этими игрушками. Есть ли что-то в этом такое страшное, да, и как бороться с этим или не бороться, я не знаю. Смотрите, ни с чем бороться не надо. Вы попытайтесь с ним вот как бы во время игры, поиграйте вместе с ним, и спросите его, а вот почему тебе нравится вот этот конструктор, а не вот этот конструктор? Я говорю, послушайте, что он скажет. Может быть, я чисто так, знаете, такое предположение, да, может быть, он у вас такой эстет, и ему вот сочетание цветов каких-то нравится вот именно в этом конструкторе, а не в том. Для мальчиков очень часто делают всякие конструкторы такие, с таким подсознательным, агрессивным посылом, да, либо это какое-то оружие, там нарисованы какие-то там такие очень серьезные мужики, которые могут пугать ребенка, либо цветовая гамма для мальчиков, более темная, более тоже вот такая агрессивная, то есть вот эта вот модная ужасная агрессия, которая сегодня очень во многом проявляется, она вот такого чувствительного, нежного ребенка может отталкивать и пугать, то есть он сам не понимает, почему он отталкивается именно от мальчуковых каких-то таких игр, но ему пять лет, и в пять лет он может еще играть во что он хочет, то есть это не имеет никакого значения. Ага, я поняла, спасибо большое. Не нужно ему создавать блок такой эмоциональный на пустом месте, самое главное. И плюс пусть он как бы стараться такого аккуратненько, чтобы он с мальчиками играл побольше, и все. Я поняла. Обязательно там с ружьями, пистолетами и саблями, да, там даже вот в шахматы, чтобы он поиграл с мальчиками, не имеет значения. Я поняла, спасибо вам. Пожалуйста. Александр, еще один момент. Я хотела попросить, если вдруг цикл лекций по воспитанию деток, мальчиков и девочек будет продолжаться, знаете, вот очень актуально, мне кажется, не только для меня будет вопрос вот этой вот чрезмерной опеки, боязни отпустить от себя дальше, чем на пять метров. Да, я думаю, что особенно, когда касается детей, у которых есть какие-то проблемы с развитием, да, вот у мам вот эта вот тревога внутри, с которой вроде бы мы и работаем, но все равно вот есть вот это вот, я даже по себе вижу, вот у меня сын, да, он уже в принципе норматипичный ребенок, у него немножко есть задержка по речи. И все равно я вижу, что он уже в принципе от детей не отличается, но вот отпустить, вот как другие мамы, на той же детской площадке дать волю, вот все равно вот этот страх внутри сидит, да, и как, потому что это же тоже будет влиять потом на его уверенность в себе, на его поступки в будущем, да, и вот как вот это вот отпустить, вот просто отпустить. Я понял. Ну, смотрите, во-первых, нужно с вами заниматься, то есть помочь вам освободиться от этих страхов и волнений по его поводу. Во-вторых, постарайтесь, вот чтобы вам было легче отпускать его в каком-то закрытом пространстве, то есть какая-то большая площадка, которая тоже огражена, и вы за ним все время следите, но постарайтесь сдерживать себя и не делать ему замечания, и не одергивать его, не окрикивать. Да, пусть он куда-то полезет, пусть он упадет, но бывает, ну, там, разумеется, смотреть, чтобы он не навредил себе особенно. Но без шишек и синяков здоровый парень не вырастет, понимаете? Ему нужно, он хочет познавать мир, он хочет пробовать, он хочет экспериментировать, ему интересно что-то разобрать, посмотреть, как оно устроено, испытать что-то. То есть такова природа. И если не можете помочь, хотя бы не навредите, то есть не мешайте. Поэтому вот в каких-то таких закрытых, на каких-то таких площадках все время следите за ним, но не дергайте его, хотя бы вот рот себе руками держите, чтобы ему не делать никаких замечаний и не спасать его каждые три секунды. Да, да, это важно, научиться это делать. Да, вот просто вот себя вот контролируйте, вот возьмите, вот думайте об этом, а он справится замечательно, за него не волнуйтесь. Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошо. Все, я думаю, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем большое. До следующих встреч. Спасибо, Саша. Спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!